Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Египет и об истории Юсуфа, в ответ была ниспослана эта сура. После того, как братья Юсуфа, мир ему, продали его за малую сумму, желая избавиться от него, его купил египтянин. В Коране сказано, смысловой перевод. Тот египтянин, который купил его, сказал своей жене, Зулихе, относись к нему хорошо, возможно он вырастет рядом с нами и приобретет опыт, и будет нам полезен, или мы усыновим его. Поскольку у нас нет собственных детей. Когда пророк Юсуф, мир ему, достиг зрелого возраста, 30 лет, случилось так, что Зулиха обвинила юношу в грехе, которого он не совершал. Так Юсуф, мир ему, оказался в темнице. Это было очередное непростое испытание Аллаха, которое ему предстояло пройти на своем пути. Иногда бывает так, что события в нашей жизни, которые с нами происходят, только кажутся горем и несчастьем. Оглянувшись назад, мы понимаем, сколько блага было в тех событиях. Так случилось и с пророком Юсуфом, мир ему. Он много лет провел в темнице, терпел несчастья, лишения, разного рода неудобства. Однако каждая минута, которую он провел там, лишь возвышала его степень перед Всевышним Аллахом. Он никогда не жаловался на свою судьбу и всегда славил своего Господа. И вот однажды случилось так, что господину того мужчины, который освободился из тюрьмы, понадобился человек, умеющий толковать сны. Когда подошло время освобождения Юсуфа из тюрьмы, царь Египта того времени увидел интересный сон и, собрав людей, обладающих умением толковать сны, сказал, «Я видел, как семь худых коров пожирают семь упитанных, а также семь зеленых колосьев и семь высохших. О, знать, растолкуйте мой сон, если вы умеете толковать сны». В ответ на эту просьбу правителя придворные мудрецы сказали, «Это бессвязные сны, а мы не умеем толковать подобные сны». Тогда тот из двоих, который спасся и стал придворным чашником, вдруг вспомнил его, Юсуфа, спустя годы и сказал царю, «Я передам вам от него толкование, отправьте меня к нему». Ибанабас передает, что темница была вне города, и поэтому туда требовалось выехать. Передал Табари. 12-229. Придя к пророку, чашник сказал ему, «О, Юсуф, о праведнейший, расскажи нам о семи упитанных коровах, которых поедают семь худых, и о семи зеленых колосьях и семи сухих, чтобы я вернулся к людям, к царю и его придворным, и чтобы они узнали толкование этого сна». Он, Юсуф, сказал, «Вы будете усердно сеять семь лет подряд. Это значение семи упитанных коров. Урожай же оставляйте в колосьях и сохраняйте, чтобы он не погиб, за исключением малого количества, которым вы будете питаться. Затем после семи урожайных лет наступят семь тяжелых лет. Это значение семи худых коров, которые поедят все, что вы запасете для них, то есть все, что вы сохранили из урожая, кроме малого количества, которое вы сбережете. За этим, за семью годами трудностей, наступит год, который принесет людям обильные дожди, и они, люди, станут выжимать плоды винограда и другие». Царь Египта остался доволен ответом и захотел познакомиться с Юсуфом, мир ему. Однако пророк отказался идти к царю, пока его не оправдают. Правитель повелел узнать все о Юсуфе, и вскоре пророк Аллаха был оправдан и отпущен на свободу. Зулиха призналась в невиновности Юсуфа, она сильно раскаялась о том, что оговорила благонравного юношу, много просила Аллаха о прощении. Тогда царь сказал, «Приведите его ко мне, я приближу его к себе, возьму его советником». Пророк пришел к царю, поговорив с ним и, будучи пораженным правильностью речи и красотой Юсуфа, он, царь, сказал, «Сегодня ты приобрел положение и наше доверие». Он, Юсуф, сказал, «Поставь меня управляющим над сокровищницами твоей земли, ибо я, знающий хранитель, имею все необходимые навыки, умения и способности». Имам Насофи сказал, «Он сказал так, чтобы получить возможность установить закон Аллаха, распространить истину и справедливость, и получить возможность делать то, ради чего посланы пророки к рабам Аллаха, и потому что знал, что никто другой не сможет это сделать. И он стремился к этому ради Аллаха, а не из-за любви к власти и мирскому». Смотрите в книге «Акает Анна София», страница 535-я. Всевышний сказал, смысловой перевод, «Так мы укрепили Юсуфа на земле, даровав ему невиданные возможности и власть. Он мог занять любое положение, какое хотел, или мог поселиться, где хотел. В этом мире мы наделяем нашей милостью, такой как власть и богатство, кого пожелаем, но не лишаем награды в вечной жизни добродетельных, которые тверды в вере и богобоязненности и совершают хорошие поступки. Поистине, награда вечной жизни лучше, чем награда в земной жизни для богобоязненных верующих». Дорогой зритель, не забывай поставить лайк и подписаться на канал, чтобы это послужило стимулом для нас для выкладывания больше таких роликов, иншаллах. А также можете стать спонсором этого канала, нажав на кнопку «Спонсировать» и сделать себе подарок судному дню. Мы всегда будем рады вас видеть в наших рядах. Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракату.